Приветствую вас, дорогие товарищи! Тут как-то я снимал много роликов про модуль стабилизации искры, который у меня установлен на автомобиле. И, короче, заказал я себе новый модуль по причине того, что у того, который у меня сейчас установлен, обломилась защелка. Я проводил техническое обслуживание, решил проверить модуль и неаккуратно поддел язычок и отломил. В общем-то, можно было бы дальше эксплуатировать, там ничего страшного нет, там достаточно прочно разъем сидит. Но я решил поинтересоваться, и оказалось, что сейчас модуль производитель обновил. Ну и я, собственно говоря, решил заказать обновленный модуль. Пусть будет. Так что вот, жду посылку, и будем с вами производить распаковку. Так, и вот, коробочка. Пакетики с дековском. Что получал я? Это все хозяйство в сдыке. Разрежем, наверное, да? Просто возьмем. Так, ждите. Так, достаем коробочку. Опа, коробочки новые стали, видите? Теперь, все. На коробочке есть надписи, теперь. Кленочка упакована. Вскрываем пленочку. Аккуратненько. Добротно запечатано, все сразу, сразу не раскрыть. О, вот так. Так, ну что, открываем. Инструкция. Уже знакомая нам. Цветная инструкция. Так. Вот, пожалуйста. От него Тревел, у него легенда изображена. Пусть они подходят для этих автомобилей. Ну и, собственно говоря. Ну, это все я уже вам читал. То есть, вот, кто хочет, на паузу заставьте. И можете прочесть. Вот. Пожалуйста. Так, а мы переходим дальше. В дальнейшей распаковке. Вот у нас два комнатика, черных лежат, для крепления модуля в подкапотном пространстве. И вот в таком вот пакетике запечатан сам модуль. Пакетик запаян. Запаян. Надо его так вот вскрыть. И вот у нас. Вот у нас модуль. Обновленный модуль, друзья. С новыми обновленными компонентами, обновленными разъемами. Пожалуйста. Вот так это выглядит. Пожалуйста. Массовый провод. Пломба. И в пакетике в отдельном лежит крепеж для массового провода. Ну что, будем переходить к установке модуля, друзья. Итак, для начала покажу старый модуль. Вот он. Тут вот стоит. И, друзья, сейчас вот демонстрирую, где у меня отломилась защелка. Вот. На катушке. На этом вот разъеме. Вот она. Тут вот. Защелочкой отломилась. Но тут, видите, уплотнение. И держится-то как бы разъем все равно там неплохо. Герметичность. Вот. Не знаю, сейчас увидеть или не увидеть. А вот видно, да, что там чисто. Герметичность тоже не нарушена была. Благодаря этому. Но ничего. В общем, новенький, новенький модуль будет установлен. Обновленный. Поэтому вот так. Так, ну ладно. Сейчас я буду, короче, демонтировать старый. И покажу вам отличия. Итак, модуль демонтирован. Вот старый. Вот, соответственно, новый. Итак, вот видите. Вот по разъемам. Отличия. То есть вот так вот они теперь выглядят. Вот этот. Вот так вот. А вот этот разъемчик. Ну, этот, в принципе, такой же по виду. Вот, то есть на катушке разъем теперь изменился. Стал более влагозащищенный за счет вот этого вот козырька. Так понимаю, что старый тоже, в принципе, справлялся. Ну, и одно из самых главных еще отличий в новом модуле – это вот новая конструкция из язычка защелки. То есть сломать его теперь просто не получится физически. То есть вот это вот как бы самая такая, наверное, главная особенность. Вот. Но помимо этого еще вот, как утверждает производитель, обновлена начинка. То есть новая компонентная база электронная применяется. Итак, начинаем монтаж теперь уже нового, соответственно, модуля. Поехали. Ну, в принципе, я уже все показывал, как монтироваться. Поэтому сейчас поставлю и покажу вам результат. Запустим двигатель. Новый модуль успешно установлен. Новый разъем прекрасно защелкнулся, как вы видите. Значит, осталось массовый провод подцепить вот сюда вот, согласно инструкции. Вот. И все. Используя вот этот вот крепеж. Гаечку с шайбочкой сейчас массовый провод закреплю. Все, ребята, работа выполнена. Вот крепление массового провода. И, ответственный момент, запускаем двигатель с новым модулем. Давайте сделаем это. Так. Ох, замечательно. Все работает. Отлично. Модуль работает, друзья. Вибрация равномерная, упругая. Никаких лишних подергиваний нет. Замечательно. Ну, вот все. Новинку установил. В общем, ребят, вот все, что этот модуль делает, все тесты, внизу я по ссылкам размещаю. То есть, много обзоров было. И сайт производителя там же, тоже внизу. Там смотрите, в закрепленном комментарии или в описании. А я закругляюсь. Поехал по делам. Всем пока. И до новых встреч на канале. Как водится. До новых сюжетов. Короче, ребята, послесловие. Модуль, походу, реально стал лучше. Вот мотор вообще работает. Прям мягенько-мягенько. Вот я сейчас вот катаюсь тут по городу. И вообще вот разница прям чувствуется. Так что не зря решил новый приобрести. Обновленный. Вот докладываю вам. В общем, доволен. Продолжение следует. Продолжение следует.